Как откровение, поэтому такую чушь, как пишут, например, там, на Канобу, на Дискастингмен, на Сологвинова, там, на сайтах других, вы от меня просто никогда не дождетесь, я адекватно смотрю на вещи, вот. И, наоборот, моя точка зрения может казаться малолетком, ну, неправильной, например, у Игоря Линка, который, ну, известный дегенерат, как бы, при всем уважении к Игорю, но его умственные способности вызывают очень серьезные вопросы, я даже ему об этом много раз говорил, которому игра вроде как понравилась, там, в комментариях есть чувак, который пишет, да, все наслушались просто этого мэда старого пердуна, там, и игра-то отличная. Только диалоги и прокачка, говно. Я такой думаю, а что в этой игре-то осталось тогда, что понравилось этому школьнику? Майнкрафт со стройкой своей деревни или стрелялка? Я знаете, чему безумно рад? Знаете, чему безумно рад? Тому, что если Fallout 3, который, на самом деле, не сильно отличался от четвертой части, был таким же говнищем, но я был как маргинал, да, когда опускал его, то есть, потому что, ну, во-первых, большинство людей познакомились с серией в третьей части, да, и для многих это стало игрой детства, поэтому им вообще меня никогда не понять было. Плюс Fallout 3, он как бы умело так маскировался, да, под RPG, там были диалоги местами, местами интересные задания, там была полная, полная чаша гринда унылого, стрелялок, дебильных моментов, типа, про американскую историю какую-то, вообще ни к селу, ни к городу, всяких дебильных локаций, но при этом были свои моменты, да, такие более-менее положительные, поэтому даже многим адекватным людям игра пришлась по душе, и поэтому я был в меньшинстве, то есть, когда я говорю, что там Fallout 3 это дерьмо, я получаю там 15 лайков, грубо говоря, давайте так говорить, и тысячу дизлайков. С Fallout 4 другая ситуация, потому что Bethesda, как компания умственно отсталых дегенератов, то есть, ну, полнейших дебилов, конченных вообще абсолютно, она вообще не поняла, почему Fallout 3 понравился людям, то есть, вообще не поняла, они решили, что он понравился как раз за дебильные моменты, то есть, все хорошее они убрали, а дебильное приумножили в 5 раз, вот, а посмотреть на опыт Obsidian и New Vegas им ЧСВ не позволило, соответственно, ну и плюс не только ЧСВ, а то, что, ну, New Vegas это не игра для дебилов, поэтому дебилам она не понравилась, дебилы приходят в чат, постоянно пишут, а вот я New Vegas начинал, мне не понравилось, я дропнул, а трешка клевая была. Ну, дальше эта игра не для идиотов, поэтому Bethesda сразу почесала голову и, типа, нет, для идиотов, будем делать для идиотов, идиотов больше, потому что, как бы, продать игру будет легче. И слава богу, что в этот раз, что в этот раз хотя бы нас, адекватных людей, которые, ну, просто, которые видят, какое говно вышло, да, вот, как-то, шутан херовый, отстойный шутан, без прокачки, без нормальной, без квестов, без диалогов, просто шутан, типа Far Cry, я бы даже не сказал в постапокалипсисе, потому что это ни хрена не похоже на постапок, и теперь этих людей 25%, потому что, соответственно, на метакритике оценка в районе пятерки не из-за технических проблем, то есть там разлет с рецензиями почти 50%, да, то есть продажные журношлюхи ставят 100, люди 50, и не только из-за технических проблем, как бывает при таком разлете, да, то есть, а потому что игра говно, и можете почитать там рецензии. В Стиме 25% рецензии отрицательные, и это не может не радовать, причем, если почитать рецензии положительные, то такое ощущение, что пишут люди с пустой черепной коробкой, то есть реально какие-то отбросы. Если считаешь отрицательные рецензии, то аргументированно, ванятно, мнение просто практически всегда на стоп совпадает с моим, и это не может не радовать то, что говноедов стало меньше. И единственное грустно то, что приходится играть в эту херню и мечтать о том, что Obsidian все-таки допустит, ну, я не знаю, можно ли здесь делать чудо и выпилить это колесо дебильное, прикрутить нормальную систему прокачки, сделать квесты, диалоги. Я не уверен, но возможно, наверное. Но мне почти кажется, что в этот раз такого не будет. Скорее, будет анонсирован Fallout 5, и Bethesda, почесав репу, типа, а что не так-то? Почему вдруг такие странные, такой странный отклик? Может быть, надо вообще убрать, типа, полностью тогда диалоги, и, типа, сделать полноценный Far Cry, там, типа, вот, и тогда уже людей станет 50%, но дебилов всегда будет много, то есть, всегда, то есть, пока еще вот только 25% адекватных людей, а мы начинаем второй день игры Fallout 4. Так, запускаем. Может, не дебилов стало меньше, а фанатам стало 12 лет вместо 5, и они начали думать. Возможно, возможно, кто-то поиграл в хорошие постапокалиптические игры. Вот, возможно, просто люди, ну, томились от шутеров. Я не знаю, я не знаю, мне трудно сказать, как работает мозг у людей. Но в этот раз получилось настолько плохо, что, ну, действительно, да, трудно не заметить. То есть, получилась игра в уровне хуже, чем Metro 2033 и Stalker. Если уж говорить о шутерах, а если говорить о RPG, то это вообще никаким боком не RPG. Из жанра вообще надо убрать RPG. Это шутер с элементами прокачки. Типа, мы тогда можем геополист грузинский шутер назвать RPG, там тоже есть колесо диалогов. А прокачка здесь обычная, если кто-то видит в этом постере, в котором идет прокачка, да, вот этот, ну, типа, постер, где под каждым спешилом, я не могу это спешилом назвать, под каждым, типа, умением идет 10 перков. Это обычная шутерная система, на самом деле. Откройте глаза, это где ты, типа, улучшаешь урон с оружия, там и так далее. То есть, как бы, это к RPG вообще не имеет никакого отношения. Какие постапокалиптические игры хороши, кроме New Vegas, хоть одна? Ну, я тебе назову одну, которая точно не хороша, это Fallout 4. Я не знаю. Найди список постапокалиптических игр, да и играй в любую, там, в The Fall, в любую часть Fallout предыдущего, я не знаю, там, Wasteland 2, Wonder Rail. Их просто не так много, на самом деле. Так. Ну что ж. Мне сказали, что я пропустил пупса на критический дамаг, когда делал... Я теперь понял, как я этот квест взял, я просто не обратил внимания, я там по радио мискликнул. И получил квест на спасение этого радио ведущего и супер мутанта, только вот где это от Trinity Tower. Там вроде как горят на самом верху, я пупс пропустил. Основная аудитория подростки, которые не застали первый и второй фалач, да насрать на первый и второй фалач, чувак. Речь идет просто о качестве игр как таковых. Безотносительно первого и второго фалача, даже если ты любишь третий фалач и любишь New Vegas, то это все равно плохая игра. То есть я могу полностью забыть о первом и втором фалаче, я понимаю, что больше не будет игр с такой системой диалогов, с таким геймплеем. Я не идиот, который до сих пор будет фапать на двухмерные игры и говорить, вот так надо было сделать, я живу в 2015 году, как и вы. Я сравниваю игру с предыдущими частями именно над Bethesda, не переживай. Впрочем, даже те, кому игра понравилась, согласно с тем, что система... Система диалогов и прокачки. Полный фейл, лютейший. Какой план на сегодня? Я думаю, что... Да, и кстати, еще что я хотел добавить. Я играю на нормале, большинство стримеров поставило в Эри Хард и радуются, типа, что они какой-то смачный челлендж делают. Но в чем фишка в Эри Харда в предыдущих частях Fallout? Почему я так играл? Потому что в Эри Хард в РПГ рождает дилемму порой, да? То есть ты слишком слаб, соперники слишком сильны. Может быть, стоит договориться. Но когда игра заключается в том, чтобы формить рейдеров, супермутантов и так далее, то, соответственно, в Эри Харде нет никакого смысла. По сути, будет, скажем так, сложность будет заключаться только в том, что тебе надо выстрелить в голову супермутанта не два раза, а 15. И, соответственно, я не вижу никакой мотивации в этом. Но серьезно, я не чувствую духа выживания в этом. Также я сразу могу сказать школьникам, которые пришли смотреть Майнкрафт, вдруг такие есть. Я думаю, что сейчас вся пена уже ушла с моего стрима после моих начальных слов. Но, тем не менее, я не буду заниматься никаким строительством, полной херней прочей. То есть я этим вообще не занимаюсь. Sims пусть и останется домохозяйкой. Сорян. По поводу технической части игры. Графический проект застрял в конце 2009-2010 годах. Плюс по настройкам здесь залоченные 60 фпс, которые вроде как отключаются каким-то способом невозможным. Мне лень. Заниматься также здесь не отключается вертикальная синхронизация, акселерация мыши и многие другие вещи. Наверное, допилят с патчами. Вот это, кстати, место, кто вчерашний стрим не смотрел, это очередная башня с супермутантами. То есть где-то там 6 этажей, набитых супермутантами. Что еще они сделали хуже? На мой взгляд, это... Ну, в адс хуже стал. Система взлома компьютеров. Почему-то она меня вчера посмешила, потому что если раньше это была типа игра более-менее интеллектуальная, потому что ты как бы смотрел на буквы совпадающие и пытался угадывать. Здесь, какое бы ты слово ни назвал, с большой вероятностью... Не выбрал, с большой вероятностью совпадение всегда будет ноль. Как бы поэтому это стало угадайкой какая-то дебильной абсолютно. Ну, в адс вы видите. Теперь он в реальном времени. Но зато вот слабые части третьего флаща, то есть шутан бесконечный, плохие квести, там всякие дебильные пушки, типа Крионатора, Хламагана, там, Толстяка, все эти фапы на силовую броню, там, братство Сталин, утрированное на второй минуте игры. Это все осталось большого количества. Для любителей, так скажем. Ну да ладно. Хватит ныть, играем. Какая игра в этом году была? 10 из 10? Ну, я думаю, Ведьмак 3, будем откровенны. Ведьмаку 3 бы быть РПГ с обычным героем, да, там, каким-нибудь, которого ты сам создаешь и с диалоговой системой нормальной. Было бы 10 из 10. А так 9 поставлю третьему Ведьмаку. Просто потому, что не, как бы, не особо близок этот говнарский мир. Ведьмачество. Тут где-то, кстати, был Супер Мутант Бестия, но я не помню. О, два стимулятора я пропустил в прошлый раз. Я вчера уже сильно плавлено играл к этому моменту, потому что достал. Зато теперь можно убивать легендарных Рад Тараканов. Я на стриме у Гитмана увидел, как-нибудь. Нифига себе, я вчера дропно пропускал. Так, а где пупс-то, про который я столько слышал? Или я его поднял все-таки? Где я могу свой список пупсов посмотреть? Нет, не подбирал. Значит, он где-то в другом месте. Я постараюсь... Ну, я играю не быстро, я уже сказал, но я сегодня постараюсь мейн-квеста чуть-чуть побольше сделать, чтобы концовка игры... концовка игры была чуть-чуть поближе, скажем так, потому что надо все-таки ее проходить потихоньку. Но кто не любит смотреть, как люди просто ходят и, ну, взаимодействуют с разными локациями, то есть там... в основном стреляются, потому что игра про перестрелки тут. Может смело выбирать другой стрим. Но по мейн-квесту мы сегодня так жестко пойдем...